Участники предварительного голосования Южного избирательного округа номер 27 встретились на дебатах. Действующий депутат ЗСК Владимир Верстунин, государственный служащий Игорь Кондратьев, глава Анапы Сергей Сергеев, предприниматель Георгий Чечетко и действующий депутат ЗСК Федор Енишогла. По регламенту всем пятерым ведущий предоставил слово. Представители законодательной власти отразили состояние отрасли в цифрах. Объем бюджетных средств, направляемых в отрасль образования, за последние 10 лет вырос в более чем 5,5 раз. И составил в этом году почти 50 миллиардов рублей. Построено 80 детских садов, 430 реконструированы, возведено 20 новых школ. Но это в целом, по краю, анапчан и жители соседней нам на Тухаевской больше интересуют, а что у нас. Местная проблематика в выступлении Сергея Сергеева. Действующий глава высказался о самом наболевшем – строительстве социальных объектов. Мы восполняем 20-летний пробел недофинансирования. Еще один немаловажный факт – это, конечно же, материальное обеспечение. Если сегодня вспомнить немножко, кто строил, ну давайте, кто вот этот ДК, я не знаю, но вы, наверное, знаете, кто его построил. Конечно же, не образование, не государство. Его построил совхоз, колхоз, так же? И школы точно так, и больницы. И все это строилось за счет тех, кто использовал землю и промышленный потенциал территории. Сегодня все это взвалино в основном на местную власть, нет четкого понимания государственно-частного партнерства. На вопрос о правоориентационной подготовке в школах Сергей Сергеев ответил. По его мнению, механизмов помочь ребенку выбрать профессию сейчас много. Процентов на 70 все зависит от того, как человек ориентирует в семье. И потом мы находим реализацию. От власти уже зависит, от законодательной исполнителя, механизмы реализации ваших предложений. То есть, вы должны сориентировать своего ребенка. Сегодня, посмотрите, хороший каменщик, хороший плотник, хороший сварщик. Это востребованные профессии, довольно высокоправно сегодня. Но у нас есть перекос. В заключение все кандидаты поблагодарили пришедших на дебаты и призвали принять участие в праймерисе «Единой России» 28 мая.